Одному ребенку потребовалась помощь краевых специалистов. Он до сих пор находится в Барнауле. Еще двое отделались травмами легкой тяжести. Катались на надувных тюбингах. При этом, по словам очевидцев, большая часть горок на АБ безопасна. Но подростки катались с верхней точки косогора. Откуда вниз и глядеть-то страшно, не то что съезжать. В связи с тем, что данные места не предназначены для катания, подростки пришли туда самовольно. В октябре прокуратуры города организована проверка, по результатам которой в адрес начальника МВД России Бийская внесено представление, поскольку на сотрудников полиции, согласно действующему законодательству, возложены функции, в том числе и по патрулированию потенциально опасных мест. А данные места являются таковыми, поскольку уже более двух человек получили травму, что говорит о системности. Между тем, органами полиции своевременно не приняты меры к тому, чтобы организовать надлежащее патрулирование данных мест с целью недопущения нахождения несовершеннолетних там. В настоящий момент данное представление находится на рассмотрении, но уже в промежуточном варианте организовано надлежащее патрулирование с целью того, чтобы в дальнейшем травмирование детей не продолжалось. После инцидентов в районе АБ к одному из деревьев привили табличку «Кататься запрещено». Да еще бульдозер перерыл котлован. Так чиновники обезопасили себя. При этом виноватыми в травмировании детей могут объявить их ближайших родственников. Хотелось бы обратить внимание родителей на то, что нахождение подростков без их сопровождения в местах, которые потенциально опасны, такие как вот эти несанкционированные горки, может привести к тому, что родители будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса в административных правонарушениях, поскольку в данной ситуации усматриваются признаки того, что они ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, поскольку не контролируют нахождение своих детей и не знают, что с ними происходит. Бельские медики называют несколько причин роста количества травм. Ведь они мало гуляют, не занимаются спортом, не уделяют внимания физической активности, а у тренированных людей кости крепче. Несоблюдение техники безопасности, использование ненадлежащего оборудования, люди спешат. Удивляюсь отсутствию самосохранения у людей. Если они идут по пешеходному переходу, нет такого, как раньше учили в школе, посмотри налево, посмотри направо, просто идут. Идут с детьми, с надетыми на голову капюшонами. Просто абсолютно безалаберность полная. В век, когда медики и даже Министерство образования бьют тревогу, что дети зависят от гаджетов и с этим нужно бороться, близкая администрация вместо того, чтобы создать тем же бульдозером безопасные горки, пошла по легкому пути запрета. Ксения Цапко, Евгений Казанцев, Илья Питков. Будня.